Большой брат не только следит за тобой, но и помогает, если ты ошибаешься. Один из лидеров оппозиционной Дамаску группировки «Новая сирийская армия» записывал обращение к соратникам под диктовку американского режиссера. Тот успокаивал подопечного забывшего слова. Сообщается, что видео было опубликовано запрещенной в России организацией ГИЛМ. По одной из версий, боевики захватили его во время боев с «Новой сирийской армией». Ну и что же это за фокусы? Давайте сейчас обсудим напрямую связь с нашей студией. По скайпу выходит Никита Смагин, политолог, эксперт по странам Ближнего Востока. Здравствуй, Никита. Ну вот как можно охарактеризовать такой вот постановочный сюжет? Что это было и зачем там, собственно говоря, человек, если удалось понять по акценту очень характерный американский? Ну, во-первых, мы не совсем понимаем, что это за видео, потому что нельзя исключать какую-то вероятность, что оно могло быть просто поддельным. Потому что исламское государство его опубликовало, а исламское государство известно своими способностью делать ролики различные в Ютубе, их выкладывать на каких-то сайтах. То есть это тоже нельзя исключать. С другой стороны, мы немножко знаем о новой сирийской армии, о ее очень тесных контактах с Соединенными Штатами. Поэтому, конечно, нельзя исключать, что оно действительно подлинное. И в этом случае здесь нет ничего удивительного, потому что, судя по тому, что новая сирийская армия, это как раз небольшое относительно подразделение, небольшое относительно группа, которая очень тесно взаимодействует с Соединенными Штатами, то неудивительно, что и ролики они могут записывать при каком-то взаимодействии с инструкторами или непосредственно даже какими-то так называемыми режиссерами Соединенных Штатов. Ну вот мы посмотрели и внимательно послушали, это были слова молитвы. Вот как мог человек забыть исламскую молитву, а американец ему подсказывает слова? Ну не совсем. Он здесь говорит «Бисмиллахи рахмани рахим», то есть он говорит первые слова самой известной молитвы в Коране, это фатиха, открывающая молитва. Эти слова предшествуют практически любой речи мусульманина, то есть он почти всегда начинает с них. То есть он и сказал вот эти слова «Бисмиллахи рахмани рахим», то есть «во имя Аллаха милостивого и милосердного», а дальше должен был начинать говорить уже что-то более конкретное. То есть не общую вот эту фразу вступительную, которую говорят всегда, и не только арабы, кстати, это все среди мусульман воспространено. И дальше он, соответственно, сами слова, видимо, вот саму речь забыл. Так что он не подсказывал молитву, он подсказывал конкретно, что дальше нужно говорить. Ну а вот с такой оплошностью выложить ролик в интернете, у меня такое чувство, что, ну как знаете, в конце кино бывают такие неудачные моменты. Получается, ошиблись или умышленно могли выложить для того, чтобы натолкнуть на мысль о том, что есть американцы там? Ну, выложили ведь исламское государство, опять же, по той информации, которая у нас есть. А исламское государство выложило явно не для того, чтобы поднять авторигет от этой организации. То есть в мусульманском мире, в арабском мире Соединенные Штаты пользуются очень плохой славой. То есть если какая-то организация сотрудничает с Соединенными Штатами, то у нее резко падает, скажем так, рейтинг доверия среди арабов. И это, скорее всего, попытка исламского государства дискредитировать оппозицию, показав, что она вот с Соединенными Штатами сотрудничает, что хотя и так было известно. А, опять же, если верить той версии, которая сейчас есть в СМИ, то исламское государство как-то захватило, как-то получило этот ролик, который где-то как-то, видимо, был записан. То есть сама же новая сирийская армия его не выкладывала, она не собиралась показать всему миру, что вот нас, американцы, нам все подсказывают. Ну что ж, похоже, война перемещается в идеологическое русло, информационная война теперь у нас. ИГИЛ, насколько я знаю, не очень в технологиях продвинут, но зато в некоторыми тонкостями он может их, скажем так, усовершенствовать. Большое спасибо, это был политолог Никита Смагин. Большое спасибо.